Привет снова, и я продолжаю свою серию выпусков о регионах России. Максимально свободно и просто, в том числе имея собственный богатый опыт путешествий по России и миру. Моя цель, чтобы вы, мои подписчики, видели не только тревел-контент, но и просто хорошо знали Россию. И сегодня мы поговорим про Татарстан, регион, который удивляет своей беспрецедентной скоростью развития. Начнем с географии и границ, потом немного истории, расскажу про крупнейшие города и экономику, и, конечно, кухня. И как человек, бывающий там довольно часто, не обойду стороной минусы. И прежде чем мы начнем, обязательное правило. Напишите, пожалуйста, в комменты, из какого вы региона Россия или из какой страны. Это интересно. Вообще, я планирую записать такие ролики о всех регионах России. Заваривайте себе чай, устраивайтесь поудобнее. В одну руку чак-чак, в другой чпичмак. И поехали. Итак, Татарстан находится в европейской части России. И, несмотря на все шутки про татаро-монголов и иго, скорее является Европой, нежели Азией. И это применимо ко всем странам жизни татарстанцев. Но пока про географию. Максимальная протяженность территории запада на восток – 460 километров. С севера на юг – 290 километров. Площадь республики составляет 68 тысяч километров. Площадь не сказать, что большая. Это 0,4% территории Российской Федерации. И республика занимает 44 место среди других субъектов РФ. Однако, по площади Татарстан больше, чем такие страны Европы, как Швейцария, Хорватия, Нидерланды, Эстония и куча других. В Татарстане находятся 24 города. Крупнейшие из них – это Казань, набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Зеленодольск. В остальных население меньше 100 тысяч человек. Друзья, и пока мы не продолжили, хочу рассказать вам о крутой акции, которой запустил бренд OFF, посвященной выходу на экраны невероятного приключения Дисней – круиз по джунглям. Покупайте любые средства OFF в любом магазине и регистрируйте чек по ссылке ниже в описании видео. Участвуй в розыгрыше главного приза – круиза по Черному морю для всей семьи на 200 тысяч рублей и куча крутых призов для путешествий. А за покупки в сетях партнеров вы также можете участвовать в розыгрыше еще и эксклюзивного приза – сертификата на путешествие за 100 тысяч рублей. И знаю по себе, что путешествие – это прекрасно, но только тогда, когда вас не мучают комары. Вдохновляйся путешествиями вместе с OFF без комаров и смотри фильм Дисней «Круиз по джунглям» в кино с 29 июля. По своим впечатлениям скажу, что сельская жизнь в Татарстане довольно развита. В деревнях в Татарстане есть чем заняться, добираться до них несложно. Ну, потому что равнины и хорошие дороги. Это радует, как я и говорил в предыдущих выпусках, сохранение аутентичной культуры невозможно без сохранения сельской жизни. По плотности населения Татарстан занимает 17 место в России. Экономика Татарстана весьма диверсифицирована, и поэтому территория страны довольно хорошо освоена. А Татарстан занимает 4 место в рейтинге самых благополучных субъектов РФ. Первые 3 места занимают Москва, Петербург и Московская область, что логично. Поэтому, несмотря на то, что Казань купила звание третьей столицы юридически, она является ею заслуженно. Татарстан не имеет границ с иностранными государствами. Правда, в 90-е была вероятность иметь границу с другим государством, только с одним, но об этом позже. Сейчас республика граничит и окружена сразу 8-ю друзьями. Это Кировская, Ульяновская, Самарская, Оренбургская области, это Башкирия, Республика Марий-Эл, Удмуртия и Чувашия. Довольно интересно, как тут, на огромной равнине, где, казалось бы, много места, но вот как-то тесно и мирно ужились несколько народов. Любая страна начинается с дорог. Добраться до Казани из Москвы проще всего на поезде, едет он примерно 10 часов. Пока это обычные поезда, хотя уже долгие годы ведутся переговоры о запуске сапсанов между Казанью и Москвой. Но это именно переговоры, речь идет о каком-то торге между представителем и федеральной региональной властей. Конечно, было бы, блин, круто добираться из Казани в Москву за каких-нибудь 4 часа, лихо пролетая леса Чувашия. Слабой стороной дорожной сети Татарстана является ее недостаточная связанность из-за особенностей географии. Крупные реки представляют серьезные препятствия для организации наземных транспортных коммуникаций. Конечно, речной транспорт, а именно круизы по Волге, которые почему-то стоят как насыпные острова в Арабских Эмиратах. Видимо, цена на круизы по Волге обуславливается неописуемыми красотами природы. Хотя за те же деньги и даже дешевле можно было сплавать из Петербурга в Стокгольм и обратно. Очень жаль. Также в стране действуют три крупных аэропорта. Это международный аэропорт федерального значения Казань, это Бегишево между Нижнекамскими набережными Чулнами, а также региональный аэропорт Бугульмы. Бугульма находится в противоположном от Казани краю Татарстана. Большинство татарстанцев там даже и не было никогда, поэтому наличие там аэропорта объясняли лишь тем, что певице Алсу нужно иногда летать в родной город бизнес-классом. Татарстан, а веками ранее Волжская Булгария, была основана на слиянии двух рек. Это Волга и Кама, что во многом определило судьбу народа и региона. Волга, являясь самой большой рекой Европы, была и есть важной артерией, по которой осуществлялась торговля, обмен культурой, выход к другим мирам. Сотни лет назад по этой реке Волжская Булгария выходила к Каспийскому морю и, соответственно, была на связи с Персией, Средней Азией и Кавказом. Крупнейшие города Волжской Булгарии и Казанского ханства находились на берегах Волги. Это современная Казань и древний город Булгар. Сейчас крупнейшие города – это Казань и набережные Челны, находятся на Волге и Каме, соответственно. И в месте слияния этих рек образовалась Кампская устья, его называют Татарским морем. Виды там действительно впечатляющие. Это и есть вот то самое чувство, типа стоишь и не видишь берегов, как на море. Ну, пытаешься себя обмануть. Это место – часть огромного Куйбышевского водохранилища, которое является самым большим в Евразии и третьим по площади в мире. Ровно половина акватории этого водохранилища находится в Татарстане. Если вы планируете туристическую поездку в район Кампского устья, то рекомендую вам поехать в Лаишево и на гипсовые штольни, где даже летучие мыши обитают. Только кушать их не надо, пожалуйста. У меня уже год за грамм без дела лежит. Основное назначение водохранилища – выработка электроэнергии, улучшение судоходства, водоснабжение и ирригация. Также там ловят рыбу. ГЭС в Татарстане только одна – это Нижнекамская ГЭС, которая стоит на Каме. Кстати, были планы постройки АЭС в Татарстане, так как в регионе развита промышленность и потребность в энергии велика. Но после известных событий в Чернобыле стройки АЭС по всему Союзу были остановлены. Почти вся территория региона – это равнина. Очень даже привычные виды природы восточноевропейской равнины, которые не отличить от картинок других частей Центральной России. Да, степи тут нет, и монгольских юр здесь тоже нет. На востоке Татарстан граничит с Башкортостаном, где проходят Уральские горы, но в Татарстане гор практически нет. Самая высокая точка региона – это величественная, огромная и опасная гора Чатыртау с высотой 321 метр над уровнем моря. И это при том, что 90% республики лежит на высоте 200 метров над уровнем моря. Да, единственная опасность, которая может предоставлять гора – это множество штолен, которые остались тут со времен добычи меди. Ну или можно умереть от умиления от местных сурков и хомяков. Вообще у Татарстана я заметил репутацию очень доброго региона. Даже вот не опасные горы, а милые бархатные холмики с усликами. В Татарстане в 2021 году живет почти 3 миллиона 900 тысяч человек и ставит республику на 8 место в рейтинге регионов России по численности населения. В регионе проживают представители 115 национальностей, но главным образом это татары и русские, естественно. С 1926 года численность населения почти непрерывно росла каждый год. Падала только в первую половину нулевых. Это когда вот началась новая эпоха и когда Путин ртом ловил монетки в татарском кефире на Сабантуе. Жаль, я нашел статистики по численности населения до 1926 года. Ведь в 21-22 годах случился страшный голод в Поволжье. Чуть подробнее об этом я расскажу позже. Сейчас татары составляют чуть больше половины населения. За последние 100 лет русские татары жили буквально поровну, 50 на 50. Только после 90-х доля татарского населения стала увеличиваться. Рождаемость у татар как в городе, так и в селе чуть больше, чем у русского населения, а смертность чуть ниже. И на третьем месте находятся Чуваши. И несмотря на то, что доля Чувашей в населении составляет лишь 3-4%, в некоторых районах Татарстана Чуваши составляют значительную часть. Например, Аксубаевский район, где Чуваши составляют большинство, более 40% населения. Чисто такая Чувашская народная республика на территории Татарстана. Касаемо населения, действительно ощущается, что татары и русские действительно живут поровну и давно привыкли жить вместе в мире, что является главным примером, который Татарстан подает стране. Начнем со второго по величине города Татарстана – это набережные Чулны. Чулны находятся в 237 километрах от Казани. Транспортное сообщение в основном по автотрассе. Прямого ЖД-сообщения между городами нет, поэтому жители республики отбивают пятую точку на междугороднем автобусе. Вообще на поезде из Казани в Чулны добраться можно, но как-то через жопу мира окольными путями через Удмуртию. Чулны – довольно молодой город, история которого разворачивалась в советское время. Раньше существовал как село, но в 1930 году ему присвоили статус города. Набережные Чулны стоят на берегу реки Кама. В период 60-е по 80-е года, буквально за 20 лет, численность населения увеличилась в 15 раз. С 20 тысяч до 300 тысяч человек. Причина всему – гигантское предприятие – автозавод КАМАЗ, без которого невозможно представить набережные Чулны. Сейчас это город с населением 530 тысяч человек и представляет собой огромный спальник. Я там был несколько лет назад и тщетно пытался найти что-то типа центра города. Короче, лично я решил, что для меня центром будет пивная разлевуха на проспекте Мира. Любопытный факт про Чулны. У многих домов в городе есть два адреса. Каждый дом имеет номер по улице, так пишется по паспорту, и так называемый строительный адрес, который чулнинцы используют в жизни. Некоторые жители могут даже не знать своего адреса по улице. Бурный рост полностью связан со строительством завода КАМАЗ, мощности которого требовали соответствующую инфраструктуру. Параллельно с бурным ростом набережных Чулнов рос и соседний Нижнекамск. Там в 60-е и 70-е годы построили нефтехимические и шинные комплексы, появился аэропорт, Нижнекамское водохранилище, Нижнекамское ГЭС, неподалеку Камский тракторный завод в Елабуге. Тут же и строилась татарская АЭС, которую в 90-х окончательно забросили. Планы были серьезные и во многом были реализованы. СССР любил строить моногорода, которые заточены на дно предприятия. Но после распада Союза многие эти города оказались в очень затруднительном положении, так как в кризис 90-х эти предприятия просто умирали или закрывались. Так было и с КАМАЗом. Его судьба держалась на волоске. Огромный город, живущий в плотных панельках, остался без работы. Начался разгул преступности. Просто представьте, чисто вот промзона, серые спальники и куча бундюков. Лишь в начале нулевых удалось решить финансовые проблемы и выйти на первые прибыли и спасти предприятие. Помимо грузовиков, КАМАЗ делает и офигенные автобусы. Вообще забавно, что в России так и не научились делать свои хорошие автомобили, но вот с грузовиками, автобусами и троллейбусами, ну все довольно неплохо. Еще КАМАЗ вот такие вот водометы делает. Смотрите, какой милашка. Сейчас набережные Челны и прилегающие территории являются центром промышленности Татарстана, где помимо машиностроения, очень развита нефтехимическая и пищевая промышленность, энергетика и где производится та самая легендарная наждачка. Сейчас город платит за это своей экологией. В нем наибольшее загрязнение атмосферы среди городов Татарстана. И еще интересный факт. С 1982 года по 1988 год город назывался Брежнев. Пять лет с чужими бровями. Стоит ли говорить, что сам Брежнев никогда в этом городе не был? А жители примерили название брежневцы и хохотали над собой. И еще два города, пусть небольших, но очень интересных. Как вы знаете, Казанье тысячи лет, но это не единственный старый город в Татарстане. Недалеко от набережных Челнов, на берегу реки Кама, стоит небольшой город Елабуга. В 2007 году город тоже отметил свое тысячелетие. Статус города Елабуга получила в 1780 году по указу Екатерины II. И тогда там жило тысячи человек. Сейчас в Елабуге живет 74 тысячи человек. В советское время на городок возлагались большие надежды. Его, как и челны, хотели превратить в большой промышленный город. И начали с небольших машин. Все мы помним автомобили АК, которые обидно прозвали инвалидками. Их делали именно тут, в Елабуге. Жаль, что с автомобилями так и не пошло. Хотя в современном мире есть просто компактные автомобили. Сейчас на Елазе делают прикольные эскаваторы и всякие обвесы для Камазов. С точки зрения туризма он интересен достопримечательностью чертова городища. Это остатки булгарской крепости 10-14 века. С нее открывается просто удивительный вид на изгибы Камы. Помню, в каком я был в восторге от этого вида. Надеюсь, это дерево еще там стоит на холме. И можно сделать классную фотографию. Блин, это было 10 лет назад. Так давно. Это одно из моих первых путешествий, можно сказать. И в контраст к Елабуге расскажу про еще один небольшой город. Вы наверняка про него слышали. Это Иннополис. Это там, где ездят прикольные роботы-доставщики от Яндекса. Город прям совсем небольшой. Настолько маленький, что является самым маленьким городом в России. Сейчас там проживает 400 человек. И все в основном айтишники и молодые ученые. Город задумывался, как татарская силиконовая долина. Ну, начали, конечно, круто. Руководил стройкой бывший архитектор Сингапура. В городе есть мэр, а законодательный орган – это сход граждан Иннополиса. Прямо как народная вещь была когда-то в Великом Новгороде. В городе в 2018 году Яндекс запустил первое беспилотное такси. Как пафосно заявляет сам Яндекс, это первый город Европы, где беспилотным автомобилем можно пользоваться для повседневных поездок. Очень приятно знать, что появляются такие интересные места, несмотря на уныние в России в последние годы. Ну, а сам статус города – деревни и те по численности населения бывают больше. А тут город. Например, вот Ростов – Великий, древнейший город России с населением почти 30 тысяч человек, считается только городским поселением. А тут Иннополис и 400 человек. Поэтому без небольшой хитрости не обошлось. Госсовет Татарстана принял специальный закон, признающий Иннополис городом. Всего-то и делов. Ну и столица республики – город Казань. Конечно, все о ней знают. Обычно, спрашивая кого-то про Казань, слышишь только два ответа. Либо «Да, я там был, и мне очень понравилось», либо «Блин, я никогда там не был, но очень хочу побывать». И мне, как человеку, который оттуда родом, конечно, приятно это слышать. Казань – это крупнейшее по численности население город на Волге. Как пафосно пишет Википедия, Казань – это один из крупнейших экономических, научных, образовательных, религиозных, культурных, спортивных центров России. Казанский Кремль входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Казань, конечно, город эпичный, который полностью заслуживает звания Третьей столицы. Несмотря на то, что Екатеринбург и Новосибирск по численности населения обгоняют Казань, а сам бренд Третьей столицы был попросту куплен и зарегистрирован, Казань достойно оправдывает и использует созданный бренд. Я же считаю, что в звании Третьей столицы есть и большой символический смысл. Ведь наряду с русскими городами Москва и Петербург у нас есть и, так сказать, нерусская столица, которая напоминает о многонациональности России. Именно с Казани началось движение русского государства на восток. С Казани началось завоевание Волги до самого ее конца. Казань расположена на изгибе Волги, в довольно широком ее месте, на слиянии с рекой Казанкой. Символом города является мифический дракон, называется Зеланд, который часто упоминается в местной мифологии. Своё первое развитие город получил после того, как его первую крепость завоевал Золотый Рдынский хан, второе развитие уже в составе русского царства империи и третье в советское время. За период советской власти население города увеличилось с 200 тысяч до 1 миллиона и увеличивалось почти непрерывно, не считая первой половины 20-х годов XX века. Как и во всем СССР, бурная расчисленность населения в Казани, конечно, был связан с индустриализацией и урбанизацией. А город занимает очень выгодное положение для организации производства и логистики. Находится всего лишь в 800 километрах от Москвы, а по Волге имеет выход к Каспийскому морю и реке Дон. И еще, что важно, город всегда имел высокую долю образованного населения еще со времен Российской империи и ханства. Сейчас в Казани проживает примерно 1 миллион 250 тысяч человек, а вокруг Казани сформировалась большая агломерация. Пригородный транспорт очень развит, поэтому у людей, которые реально живут и работают в городе, на самом деле немного больше официальной цифры. Русских и татар проживают примерно поровну, как и представители ислама и православия. По всему городу одинаково часто встречаются и церкви, и мечети, а иногда стоят настолько близко, что можно устраивать микс из звона колколов и азана. В городе довольно комфортно, очень развит общественный и пригородный транспорт. Казань — это город красных автобусов. И вот один город в Западной Европе нагло стырил эту фишку у Татарстана. Автобусная сеть очень широкая, представлена большими городскими автобусами МАЗ, КамАЗ-Нефас и Волгобаз. Уже году так в 2011 маршруток на улицах Казани практически не было, если не считать отдаленных пригородов. Для сравнения, до сих пор по центру Петербурга гоняют белые пазики, где водитель одной рукой рулит, а другой общается по видеосвязи. Я в одном своем старом видео про Питер говорил об этом. Люди в комментариях не верили и гнали, блин, на меня. Так вот, тыкую носом. Прямо сейчас маршрутки пересекает Невский проспект, Политейному проспекту и Посадовый, и лихо гоняют по Ваське и Петроградке. В Казани, конечно, есть маленькие автобусы, где пассажиропоток небольшой. И это небольшие автобусы Lotus 206, куда, в отличие от старого пазика, спокойно может зайти инвалид в коляске или пожилой человек. Также в Казани в последние годы очень переосмысленна трамвайная сеть, которая когда-то начиналась с конки на улице Баумана. Сейчас трамвай во многих местах не гоняет прям по дороге с машинами, а имеет свои пути и в пробках не стоит. И, конечно, одно из самых больших достояний современной Казани – это Казанское метро. Его особенность в том, что после распада Советского Союза среди всех городов бывшего СССР только Казань осилила постройка своего собственного метро и продолжает его развивать. Торжественное открытие метро прошло в 2005 году. Жители Казани сделали себе такой подарок на тысячелетие города. Сейчас Казанское метро насчитывает 11 станций. И вот, например, станция метро Бойш-Тукая посвящена непосредственно самому Тукаю. Это, так сказать, татарский Пушкин. Красавчик. Но в метро очень темно. Как я понял, это дорогое удовольствие и здесь экономят. Поэтому в метро темно и, может быть, по этой причине здесь не работают кассиры. То есть, либо ты карты просто платишь за вход, либо там есть аппараты, такие самообслуживания. Покупаешь жетончики за наличные и едешь. И еще, что прикольно, здесь все дублируется на трех языках. На русском, татарском и английском. И в самом вагоне метро тоже объявляется на трех языках. Кайф Казанского метро в том, что в нем нет советского духа, как в любом метро Совка. В этот дух почувствуете и в Тбилиси, и в Киеве, и в Москве. А в Казани была отличная возможность строить по-новому. Спроектировать уникальные станции, сделать его современным. Я считаю, что это удалось. И мне казанское метро нравится. Единственное, там всегда почему-то темно. Видимо, экономят на свете. Обслуживать метро это дорого все-таки. При наличии такого шикарного транспорта, большинство казанцев все-таки ездят на автобусах. Так как метро пока не очень практичное и состоит из одной ветки. В 2018 году наибольший объем перевозок осуществлялся автобусами. Это 78%. А на метро приходилось лишь 11%. Но с учетом агломерации Казани по всем странам, метро это отличная инвестиция. И так как Казань стоит на берегу реки, тут, конечно, присутствует и водный транспорт. На противоположном берегу Волги находится много деревень и поселков. Они связаны с центром города рейсовыми теплоходами, паромами и речными ракетами, которые ходят несколько раз в день. Это отличный лайфхак для путешественников. Если хочется устроить небольшую прогулку по Волге, можно просто купить билет на теплоход за 80 рублей и сплавать на другой берег, попутно наслаждаясь красотами и видами деревень на берегу. Ну и немножко про предприятия Казани. Среди крупнейших предприятий Казани можно выделить химический комплекс Казань-Орксинтез. Это самый большой производитель полиэтилена в России. Грета Тумберг, прости, пожалуйста. Есть старейший в России казанский пороховой завод, построенный с одобрением Катерины Второй. Этот завод действительно большой. Находился недалеко от моей школы. Там время от времени что-то взрывалось и чуть ли стекла там нам не выбивало. Также в Казани представлен уникальный в России кластер предприятий авиационной промышленности. Делают истребители, реактивные двигатели, турбины и много вертолетов. Конечно, средний и малый бизнес тоже представлен довольно широко. Казань, конечно, это город, который прошел все. И огонь, и воду, и медные трубы. От одноименного ханства до казанских группировок и миллионов туристов со всего света. И, кстати, как я и говорил, в Казани я бываю часто. На все обращаю внимание. Поэтому, если вы хотите отдельный выпуск о Казани, то напишите в комментарии обязательно. Материала про Татарстан собралось много, поэтому я решил разделить его на две части. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить вторую часть. Там я расскажу про экономику, историю, 90-е и самое вкусное. Про татарскую кухню. Не забудьте написать, про какой еще регион мне сделать такую лекцию и чем дополнить такие выпуски. С вами был Андрей Биес. Не забудьте подписаться, если понравилось. Лайк, если узнали что-то новое. Коммент, если я в чем-то был неправ. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!